Древние римляне Оторваться по полной С гетерами, так сказать С петардами, с гладиаторскими боями Прямо на римских бульварах Все мы давно привыкли, что Новый год это такой, знаете, праздник непослушания Когда можно все, чего вообще-то нельзя Ну вот, ну вот, друзья мои Начиная с нынешнего, 2017 От этой привычки, похоже, придется отвыкать Вы спросите меня, почему? А я скажу, давайте разбираться в этом вместе Меня зовут Илья Остоков А вот, друзья мои, как зовут моих сегодняшних гостей Рад видеть у нас в студию Ольгу Архиповну Худунову, руководителя фракции КПРФ Загонодательного соревнования Петербурга Добрый вечер Здравствуйте А также Андрей Валентинович Васильев Депутат Загонодательного собрания от фракции Единая Россия Здравствуйте Добрый вечер И чтобы нам вот всем говорить на одном языке Давайте, друзья мои, в этом месте Я предложу вам посмотреть небольшой сюжет Подготовленный нашими корреспондентами В Петербурге решили воспитывать правонарушителей рублем Местные депутаты далеко не с первой попытки Но все-таки смогли отправить своим федеральным коллегам законопроект, который предусматривает подъем административных штрафов Если Госдума одобрит предложение То, например, с шумного соседа Могут взыскать уже не 5000 рублей, как сейчас А целых 30 тысяч А если этот сосед не физическое, а должностное лицо То 70 тысяч, а не 50, как сегодня Налицо симпатия к юрлицам Для которых наказание подорожает менее чем в полтора раза В то время как для обычного человека возрастет в 6 раз Для многих любителей домашнего караоке Вероятно, штраф будет уже ощутим Есть шанс, что после жалоб люди станут петь уже в полголоса А вот для какого-нибудь ресторана с танцами Который не боялся 50-тысячных штрафов Прибавка в 20 тысяч вряд ли станет поводом отказаться от громких программ Впрочем, все это только в теории Ведь на практике зафиксировать нарушения И привлечь возмутителя спокойствия к ответственности Удается лишь в исключительных случаях Например, пока полиция едет по вызову Музыка может стать тише А слушать ее могли люди с корочками Которые отмечали повышение товарища по службе Так что по факту мы получим еще один бессмысленный закон Который обойдется налогоплательщикам Просто за факт его рассмотрения и принятия В несколько миллионов рублей Так может быть в этом и есть Смысл данного закона Может быть в этом, может быть не в этом Без тебя, дорогой телезритель, все равно в этом не разобраться И у тебя есть возможность поучаствовать в нашем разговоре В социальной сети ВКонтакте, в группе 78-й телеканал Мы задали тебе вопрос Вопрос звучит так Делают ли высокие штрафы людей законопослушнее? Четыре варианта ответа Первый вариант Да, делают, если штраф ощутим для кошелька Второй вариант Ну, делают, только если наказание неодвратимо Третий вариант Нет, ничего не делают Правонарушители не думают о штрафах И четвертый вариант Не делают, поскольку есть возможность откупиться Пока ты раздумаешь, какой из вариантов выбрать Не могу не спросить у Ольги Архиповны Как-то я вот из сюжета не понял Приняли законопроект? Ну, его направили Направили куда? Ну, в федеральную В Думу То есть, в Думу будут разбираться с этим А вообще У нас действует, во-первых, федеральный закон 52-й Который, так сказать, определяет форму тишины Он действует, и определены штрафы И у нас действует наш закон Санкт-Петербурга О правонарушениях Я помню, закон о тупущих котах Вот, и там, где тоже определены Но здесь вот фракция Единая Россия Вышла с предложением увеличить штрафы Мы выступили против данных повышений Потому что считаем, что в конечном счете Это ляжет в карман на наших жителей Результата никакого реально не будет Потому что кто нарушал, тот и будет нарушать Потому что система, которая могла остановить право нарушения Она не работает Мы знаем, что у нас есть три инстанции Которые могут остановить Это полиция Это санитарно-эпидемиологическая станция Которая придет и измерит уровень шума И третий – это Роснадзор Поэтому вот пока эти до трех инстанций вы дозвонитесь Пока один придет и измерит Потом второй приедет и не сможет даже составить акт о правонарушении Ну плюс подключится третий И фактически это неэффективная форма У нас, к сожалению, вот такая методика Она не может работать априори Но ведь зачем-то же депутаты приняли это И хочется сразу перейти к Андрею Валентиновичу Уточнить пока Подождите, Илья Что мы принимали? Мы приняли постановление законодательного собрания В двух чтениях В котором отправили в Государственную Думу С просьбой рассмотреть вопрос об увеличении штрафов Так смотрите, мне тоже кажется, что это не работает Вот завелся у меня сосед, алкаш Слушает Аркадия Северного В 7 утра на повышенной громкости Вот что мне делать? Называю я полицию А он заснул, и музыки нет Вспомните, когда подняли штрафы За парковку в неположенном месте И преодоление двойной сплошной Когда сделали по 5 тысяч Как резко уменьшилось количество нарушений На дорогах Потому что действительно люди Когда это был штраф 500 рублей Он останавливался, клал в пистончик Гаишнику 500 рублей И уезжал А когда это стало 5 тысяч Люди начали задумываться Стоит ли нарушать или не стоит Так же самое и здесь Если не остановить Если нарушитель не будет Понимать, что это действительно Ощутимо Бьет по карману Бьет его по карману Я не думаю, что резко уменьшится количество желающих Ольга Архивовна Труднее согласиться Нет, вы знаете Я живу всю жизнь в Ленинграде, Санкт-Петербурге И всегда мы отличались высочайшим уровнем культуры Вот уверяю вас Если бы мы не ставили бы ставку На административные штрафы А в бюджет заложили бы На культуру больше денежных средств То отдача была бы значительно больше А мы уменьшили статью на культуру На образование, на здравоохранение А каждый процент бюджета Вложенный на культуру Дает 12% на образование Это сказочники, как Зюганов У них сказочник, который рассказывает Мифические программы, которые увеличат А что, Андрей Алексеевич Вы не верите в культурность петербургцев? Я верю в культурность петербургцев Но надо говорить правду У нас нет уменьшения в бюджете на 2018 год Денег на здравоохранение, на образование и на культуру Нет Говорить нет Есть? А, врет Андрей Валентинович, надо как-то выходить Я думаю, что это не парламентский Я не знаю, как будет Ни один депутат говорит, что есть, а другой говорит, что нет Дело в том, что мы все говорим Может быть, они формально даже, эти цифры Они сходятся Но мы должны говорить о том, что у нас У нас с вами идет Не 4% уровень инфляции А фактически реальный уровень инфляции Значительно выше И даже если у вас формально эта позиция А у нас действительно уменьшение есть Но культуру, посмотрите Это 8% в бюджете 8% это зафиксировано Почему Единая Россия не признает этого? Я не понимаю Вы обратитесь тогда к представителями культуры Которые стонут, что ребята Мы сразу так сходу на культуру Я, знаете, наверное, последний человек Который будет защищать Единую Россию Вы же не дайте мне соврать, правда? Я же редко защищаю Но тут логика понятна Денег маловато Вот приходит... И мы должны взять за счет штрафов Да, идея такая, конечно Чтобы ставить какой-нибудь балет Лучше вот этих, которые Аркадий Северный услужит Обложить данью и найти деньги балет Воспитать вообще горожанина Который беспокоится о своем соседе Который думает о том, что у этого соседа Есть ребенок маленький Вы, коммунисты, сделали все Чтобы вытравить из нас петербуржцев Благородных и культурных людей Мне сразу хочется встать на сторону КПРФ Потому что именно... Одна ваша идея воспитания советского человека Вот я сейчас пожинаю плоды Мой округ это как раз тот район Который выбран был площадкой Это Нарвский округ Это площадка по строительству нового человека Это квартиры без ванны и без кухни Потому что человек общественный Животное, и он должен быть членом Компартии Вы членом Компартии были? Был, конечно Так это же вы все развалили Это же вы лично все развалили Был также членом КПСС А теперь плюет свое прошлое Из нас сделали они циников Мы думали одно Говорили другое А делали третье Мне кажется, это не приблизит нас к пониманию сути вот этой штрафной... То я всю жизнь в ней и осталась И никогда циником я не была Идеология партии определяет партию и названия Нам в 91-м году отдали учетные карточки, которые у меня вместе с партийным билетом... Давайте не будем так глубоко копать Мы вообще-то по поводу шума собрались Вот чтобы мне снова встать на твердую почву фактов, друзья мои А можно я в этом месте попрошу небольшой тайм-аут? Вы пока посмотрите рекламу Я соберусь с мыслями От проклятого наследия тоталитарного режима Перейдем все-таки к тому, как встретить Новый год без шума И спустя две минуты вернемся Продолжим все это уже место дальше Илья Стоков, вечер трудного дня Мы возвращаемся Петербургские депутаты накануне Нового года Ужесточили Или, по крайней мере, попытались ужесточить наказание за излишний шум Направили в Государственную Думу Постановление С просьбой рассмотреть вопрос о увеличении штрафов Изменение Изменение в федеральный закон номер 5 Знаете, вот я все время очень Так Относился С некоторым скепсисом К законодательному инициативу Мне казалось, что они никогда не будут работать Когда вот началось сейчас с сигаретами Вот с этим, с алкоголем В кино даже, что там нельзя Вот с этими бирочками С кальянами Плюс Плюс 12, плюс 16 Мне звонили коллеги с телевизором Говорят, прокомментирую, как это будет работать Я все время говорил, никак это не будет работать Этого ничего не будет Как курили везде, так и будут курить Как показывали Девушек не гляжа потери Так и будут Оказывается, нет Оказывается, это исчезло вдруг сразу все Поэтому я теперь в большой настороженности смотрю Когда мне говорят, что ты платил 5000 рублей А будешь платить 30 тысяч 30 тысяч Большая цифра для меня И мне хочется заранее постелить столомки Поэтому, если вы не возражаете Можно в этом месте нашего разговора Я приглашу присоединиться к этому самому разговору Адвоката Инну Чижову по телефону Здравствуйте, Инна Добрый вечер А можно я у вас как у адвоката спрошу Вот смотрите Вот одобрит сейчас Государственная Дума Вот эти штрафы А на дворе Новый год Захочу я запустить петарду И как придет мне штраф в 30 тысяч Как мне быть? Ну, извините, у нас в этом законе есть исключения И, соответственно, с 31 декабря до 1 января В 23 часов до 4 часов То в 1 января Соответственно, мы можем запускать петарды Шуметь, петь и слушать громко музыку Ура! Ура! Вы сделали мою жизнь понятнее и легче А вот в 4 часа 1 января заканчивается Действие этой послабления А праздник-то продолжается А если я второго захочу запустить петарду? Ну, если говорить строго следует букве закона То уже в установленное время Не позже, если регламироваться законом Санкт-Петербурга 22 часов, а так 23 часов То есть в днем можно У нас в днем федерации могут немного носить Небольшие изменения Угу, хорошо А петь... А вот как мне понять? Вот громко я пою Или не громко? Есть какие-то вот такие адвокатские уловочки Чтобы не избежать этого большого штрафа? Ну, адвокатских уловочек говорить о том Наверное, риторический вопрос можно задать А сколько физических лиц было привлечено к ответственности За нарушение данного закона? О, можно я вас спрошу? Вы не знаете? Я таких случаев не знаю Да, юридические лица, где вот кафе у нас есть И еще что-то Это уже работает Но я как понимаю, поправка направлена Не слишком увеличивать размер для них штрафа Для юридических лиц У нас в основном... А вы вот с нами по телефону разговариваете И не видите, что у нас на экране происходит? А нам в это время показывают то, что я действительно упустил Нам показывают ремонт вот этих прекрасных джентльменов Которые в 7 утра просыпаются В смысле Что-то я давно болгарочку-то не использовал Дай-ка я что-нибудь попилю А вот таких людей Их привлекают по этому закону к каким-то штрафам? Ну, в теории их должны привлекать Как из-за пения Потому что также ремонты у нас с определенного времени Это также относится к тем шумовым Эффектам, которые мешают нам жить И определено, с какого времени можно проводить До какого И причем с перерывом Так как, извините, маленькие детки у многих есть И маленькие детки, и пожилые люди тоже днем должны отдохнуть Это понятно И, может быть, последнее О чем, Инна, я вас успею спросить Но, знаете, вот Я так, ну, по-человечески понимаю Там этих милиционеров, судов Ну, там, ну, 5 тысяч рублей Там Моржа-то невелика А морочится Бумажки эти заполнять А вот если по 30 тысяч рублей То есть Хоп Привлек 30 человек Миллион рублей, если я умею считать Правильно? 30 на 30 Ну, ну, почти, да Это как бы Близко Овчилка стоит выделки Может быть, сейчас штрафы подымут Как нам всем начнут поступать эти штрафы? Может такое быть? Навряд ли Потому что четкого механизма Мы увеличим штрафы А четкого механизма привлечения к ответственности Каким образом жильцам тем же обращаться Каким образом это все фиксируют Да, в теории, да Мы собираем, вызываем участковую полицию Либо Лоспотребнадзор Но фактически зафиксировать Это достаточно сложно И мы сами С друг другом не общаемся Мы соседи У нас есть такой Как на площадке Или в доме Сосед Который многим мешает жить Но мы сами не собираемся Чтобы создать Инициативную группу Составить акт А знаете почему? Потому что Петербург Город высокой культуры Нам неприятно Его гнобить Этого неприятного соседа Спасибо вам огромное Напомню, с нами любезно Согласился по телефону Поговорить адвокат Инны Чижова И сделал Лично для меня Картина немножко понятнее Не могу не спросить Андрея Валентиновича Слушайте, ну правда Не работает Вот Инна говорит Вообще нет ни одного Как бы привлеченного человека Какой смысл подымать штрафы? Привлеченный есть Дело в том Что когда закон Принимался за коэктом собранием Тогда еще Полиция общественной безопасности Подчинялась городу И следить за исполнением Этих законов Должна была она После того Как был принят В 10-м году по-моему Закон о полиции С подачи Господина Медведева Тогдашнего президента Полиция общественной безопасности Ушла Из-под Юрисдикции Субъекта федерации И стала подчиняться Только Я вот прям даже боюсь Представить Как же вы вырулите на то Что сосед долбит стену-то Ну Медведев Ну полиция И тогда Этими вопросами Могли заниматься Только Роспотребнадзор Это Наш комитет По Законности И правопорядку Да И кто-то еще Треки Санитарная Поземническая служба Которая измеряет Эти децепелы Полиция Это история 10-го года А сейчас на дворе 18-й почти За 8 лет Ни одного человека Не было привлечено Если поднять штрафы Чего изменится-то? Изменится отношение Людей Во-первых К этому вопросу И во-вторых Нам все-таки Надо работать Над правоприменением Мы сегодня уже Мы сегодня уже Ввели В состав Комитета Инспекторский состав Их 300 человек Правда Этого мало И это сторонник того Чтобы Коль скоро У нас нет Муниципальной милиции Полиции Ее создавать Необходимо Чтобы у нас Было подразделение Полиции Правоохранительных органов Которая бы Средила за соблюдением Законов Города Санкт-Петербурга Ну, Андрей Валентинович Честно скажу Трудно сейчас Пройти квартал По улице Чтобы не встретить Хотя бы двух человек В форме То есть Меня немножко Пугает Такое количество А вы попробуйте Вызвать Наряд полиции В вечернее время К себе По адресу Пройдет 3 часа Для того Чтобы зафиксировать Вот этот вот Шум И пройдет 3 часа Как-то по-другому Вижу Но вот правда В советские времена Ну, такой большой Проблемы не было Я помню Я даже Студентом был Приехала Как-то Милиция Потому что мы громко Слушали музыку Сказали нам Что так нельзя Уехали Мы больше не слушали Не надо было Особое силовое ведомство Для этого Правильно А сейчас Принят законопроект Который вообще Предупреждение исключает Можете себе представить Из правоприменительной практики Убрать предупреждение То есть К тебе приходят И сразу говорят Штраф Это что это такое И тут хочется вспомнить Ваши Вот Филиппики По поводу Тоталитарного Советского прошлого Смотрите Тогда было предупреждение Сейчас нет Тогда были штрафы Какие-то человеческие Сейчас это 30 тысяч рублей Это неплохая зарплата Вообще-то говоря Тогда не создавались Силовые ведомства То есть В какое будущее Вы нас зовете Что это за Какой-то воруэл Это полицейское государство В тоталитарном режиме Соблюдение законодательства Гораздо лучше Потому что Вы живете В полицейском государстве Так полицейское Это сейчас будет полицейское В лагере В социалистическом Лагере Лагере Где есть внутренний распорядок В этом лагере мне нравилось За нарушение распорядка В котором Тебя очень сильно наказывали Причем с разных Начиная там от дурки Да Потому что Не может быть человек Советский Не согласен с политикой Милиция Которая приехала ко мне Во времена СССР Она меня предупредила Я услышал А сейчас Ведь правда Если не будет даже предупредить Если сразу Могло предупредить А могло и наручники одеть Нет Не могло Потому что наручников не было В Советском Союзе От настроения Или полицейской дубинкой И дубинок не было Понимаете В Советском Союзе Дубинок не было Не было Не было Я помню Я помню как они появились Назывались демократизатором Я постарше его В Советском Союзе Это считался инструмент Капиталистического мира В Советском Союзе Не было дубинок Это точно Совершенно правильно Так вот Ну правда Если сейчас Ввести штрафы По 30 тысяч рублей Да И Ведь на самом деле Если ружье висит на стене Оно выстрелит Да Какой-нибудь Вот Этот Головотяп Найдется Милиционер Который начнет Применять А представляете То есть Это какая-нибудь Тетенька Из Какого-нибудь Торгового центра Которая на кассе Работая Там по 14 часов Заработала 22 тысячи рублей Пришла домой С подружками Хлопнула венца Спела песню И получила штраф В полторы месячные зарплаты Представляете Социальную напряженность Не надо так Гиперполизировать Совсем до абсурда Это доводить Так это абсурд Штраф в 30 тысяч рублей За это никто не будет Никогда Применять штраф Погодите Если на бумаге написано Мне тоже казалось Не дойдет до абсурда С этим курением сигарет Когда я выхожу Из дома на улицу И правда Становлюсь человеком Второго сорта Просто потому что Имею вредную привычку Меня лечить надо Это нам позволяет Надеяться на это Что это не дойдет до абсурда Что этот закон Существует давно Да Который О шуме Так Как вы называете его О топающих котах Да О топающих котах Мы же говорим не о шуме Мы говорим о том Что штрафы выросли В 6 раз О соизмеримости О соизмеримости Штрафа и наказания В принципе Я думаю что Нарушение правил дорожного движения Можно быстро искоренить Если за переход улицы На красный свет Отрубать ноги Вот если ввести Я думаю что никто не будет переходить Но что это за мир В котором мы будем жить Вот так То есть если человек Спел громко И получил штраф В полторы зарплаты При этом мы увеличили штрафы За неправильную парковку За пересечение двойной сплошной И у нас резко пошли На спад эти нарушения Трудно не согласиться Ведь пошли же Дело в том Что мы говорим Совершенно о разных Правонарушениях Человек который Автомобилист Здесь Вообще на грани Человеческой жизни Мы должны понимать Что вот Нарушение правил Автодорожных правил Это Возможность Возможность Потерять Потерять ребенка Потерять Вообще человеческую жизнь Поэтому тут конечно На весы Ставить эти штрафы За Значит пение Или там Я не знаю За петарды И Значит За Автодорожные Правонарушения Это совершенно Разные Притом Они значительно Меньше Если речь идет о парковке Да Тут все равно Если человек за миллион рублей Купил себе машину Даже в кредит Наверное у него есть деньги Да А если человек Как волк на луну завыл Своего этого Аркадия Северного Да То скорее всего У него денег нет Это бедный человек Старый незащищенный Это не песни И это Это вот то что вы говорили Это проведение ремонтов В ночное время Это Проведение каких-то мероприятий Это Крик Шум Это Проведение оргии А когда две бабушки Оргий Когда две бабушки Соберутся После трудного дня На кухне И споют песен Песню Да Под рюмочку Горячительного Это вряд ли кто-то побежит За милицией За СЭС За Роспотребнадзором А вы знаете В чем еще двойной стандарт Этого законодательства Там есть одна оговорка Которая меня крайне удивляет Все оказывается Можно делать Шумно проводить Массовые мероприятия Религиозные мероприятия Если есть на то Разрешение И согласование Понимаете Что получается То есть если ты Близко к власти находишься И ты Идешь на проведение Этого мероприятия И согласовываешь То все это уже можно И шествия проводить А если ты И во время экономического форума Перекрывать улицу Рубинштейна И устраивать концерт Шнура Там до утра Все можно Одним можно Все А простому человеку Ольга Архиповна Оказывается нельзя Как бы Ну Вы голос Не голосовали Я надеюсь Мы против голосовали Но Там где касается Ущемления прав Конкретного человека Который живет сейчас В среднем Вы знаете там На 22 тысячи А пенсионер Еще меньше уровень И у нас Миллионы А их 20 миллионов Людей за чертой бедности Еще продолжать Вот Дамоклов Меч Над ним Держать Чтобы отрубить В конец Их Вообще Вообще Человеческую жизнь Ставить под угрозу Мы голосуем против Таких законопроектов Честно Вот вы честно голосуете Потому что Понимаете Я не знаю Как депутаты Вы всегда можете посмотреть Значит Единственное Мы голосовали Конечно Всегда за поименное голосование Но в этом составе Законодательного собрания Это не проходит Ну смотрите Коммунисты За отдельного Бедного человека За бабушек А вы А вы как Единая Россия Мы за бабушек Так что же вы Откладываете Бабушки не являются Злостными нарушителями Закона о тишине Но не являются они Не надо до абсурда Доводить Ну а кто являет Не надо до абсурда Говорить про мероприятия Да Мы 9 мая Будем В 22 часа Опять Как 70 лет Проводить салют Будем И это вот Как раз то Разрешенное мероприятие Которое Разрешит А во время следующего Экономического форума Шнура будете слушать На улице Рубенштейна? Ну я и в этот Экономический форум Шнура не слушал Прозевали такое мероприятие Никто не приглашал Большой концерт был Очень громкий Всем жителям улицы Рубенштейна Очень запомнился И чтобы смахнуть Ностальгическую слезу С глаз Позвольте я в этом месте Объявлю небольшую рекламную паузу Потом вернемся И постараемся Ну на какой-то позитив Вот вырвать Какой-то вывод От всего сказанного Все-таки сделать А вот мы вернулись Меня зовут Илья Стоков Сегодня мы говорим о том Что возможно После Нового года Если Госдума утвердит Штрафы за административное правонарушение Парковки на газонах Громкое пение по ночам Долбление стены Методом вот Втыкания в нее дрели А также Что меня особенно порадовало Распространение печатных продуктов С эротического содержания Все это будет караться Штрафами там Тысяч по 30 50 В общем Существенными для кармана Штрафами И чтобы придать обсуждению Немножко новый поворот Давайте в этом месте Друзья мои Я предложу вам посмотреть Небольшой сюжет Подготовленный нашими корреспондентами Самые высокие штрафы По нашим законам Предусмотрены для коррупционеров Однако несмотря на то Что пойманный за руку Мздоимец должен внести в бюджет Сумму в десятки раз Превышающую размер взятки Желающих незаконно обогатиться Хоть отбавляй Видеокамеры Которые фиксируют нарушение скоростного режима Расставлено уже на многих наших дорогах Водители получают письма счастья Но они нисколько не печалят любителей быстрой езды Обеспеченный гонщик Всегда сможет заплатить за проезд Так может быть дело вовсе не в размере штрафа И даже не в неотвратимости наказания Может быть проблема в том Что у нас соблюдать закон Это не модно Законы они для лузеров и трусов А вовсе не для порядка и общего благоденствия Если депутаты, принимающие эти законы Могут смело парковаться под знаком стоянка запрещена Им за это ничего не будет То чем хуже электорат Если гаишник может ездить пьяным И его, если и поймают Максимум отстранят от работы То почему обычному водителю Не накатить на дорожку Если одним все можно То и других не убедишь в том, что им нельзя И может единственный вариант Способный изменить ситуацию Состоит не в увеличении штрафов А в изменении общественного сознания Чтобы крутость гражданина Измерялась не его способностью Откупиться от закона А его порядочностью И уважением к своим согражданам Но увы Жертвам советской уравниловки Так неприятно быть такими же, как все Вот на такой уровень философского обобщения Перешли наши корреспонденты Зрители, пишущие нам в социальной сети ВКонтакте В группе 78-й телеканал Они так практичнее смотрят Вот вам, Ольга Архиповна Они возражают Вот телезритель Елена Масленникова Считает, что В общем, рассчитывать на культурность петербуржцев Не оправдан Не все петербуржцы культурные Некоторые быдловаты И, как бы, Мариинский театр им не указ Как слушали громкую музыку по ночам Так и будут Надо штрафовать Нет, я же не говорю, что не надо штрафовать Я говорю, что размер штрафа Должен быть соизмерим С тем проступком, который свершил человек И он должен быть соизмерим С уровнем его доходов А не услышат, если так Ну, то есть, правда, это же Как бы, если небольшая сумма Да заплачу и дальше буду вот Куролесить всю ночь Всем мешать жить А если один раз мне бах По башке штрафом в 50 тысяч рублей Передоходим в 25 Нет, ну давайте всех сажать тогда За вот нарушение Ну давайте 50 тысяч он заплатить не может Значит, что? Дальше к нему приходит Значит, человек, который Взымает Судебный пристав Долги Это называется судебный пристав Следующий шаг Он что? Исправительные, значит, работы Третий шаг, если он не может Идти на исправительные Сажать в тюрьму Ну давайте таким путем делать И мы снова создаем полицейское государство И уже создаем У нас с вами чиновников стало в два раза больше Давайте сделаем в два раза больше полицейских Давайте пойдем по этому пути Это тупиковый путь развития Для цивилизованного государства Как мне нравится ваша позиция Я не могу А я хочу сказать Знаете, Илья Скажите вопрос Очень здорово, что мы сегодня обсуждаем этот вопрос Что мы доведем хотя бы до населения Чем это чревато И все узнают О том, что повышаются штрафы Мне кажется, у вас разные не партийные принадлежности А разные видения человека Вот мне кажется, что в том, что говорит ваш оппонент Видна какая-то такая, знаете Может быть, немножко идеалистическая Нет Наоборот, вера в человека В то, что он, в общем, он нормальный Если ему один раз сказать, он услышит А вы увидите в него такую маленькую тупицу Не понял? Бат с тебя штрафом И правда, он же в тюрьму сядет Этот человек А всего-навсего песни по ночам горланил Разве это хорошо? Поскольку лучше горланит, но на свободе Я 23,5 года прослужил в армии И я всегда говорил о том, что самые большие преступления в армии Начинаются с незастегнутого крючка Сначала ты настегнул крючок Потом опустил ремень В конечном потом напился Потом кого-то изнасиловал И пошел в тюрьму Надо крючки застегивать Надо застегивать крючок И тогда это не приведет к той трагедии Которая может произойти Если это будет не так Так и здесь Давайте мы предупредим Это большой штраф Подумай хорошенько Прежде чем Бедокурить Как хорошо все-таки, что я не служил в армии Есть хорошо забытое слово Профилактика правонарушений Почему мы сегодня говорим о чем угодно О размере штрафов О застегнутых крючках Почему мы не говорим о том, что мы должны профилактикой заниматься Мы предупреждаем людей Люди не нарушайте закон, пожалуйста За это последует неотвратимое наказание Которое сегодня еще повышается в размере Так нет, давайте все-таки Давайте мы не будем ремонтировать квартиры по ночам Давайте мы будем давать жить людям Архиповна, там немножко другое значение слова профилактика Я знаете, я понимаю о чем речь шла в сюжете Я недавно переходил в Невске, а передо мной шла... А профилактика знаете в чем заключалась? Чтобы взять пацана 14 лет, поставить его на учет в детскую комнату милиции Да бог с ним, СССР кончился еще до того, как у меня... После этого он не сможет поступить ни в институт, ни в военное училище, никуда А только в ПТУ и на завод Вот это их профилактика была Да бог с ним, с этим Советским Союзом Правда, пусть мертвые хоронят своих мертвецов Вот я недавно видел, передо мной по Невскому шла группа Вот какие-то, наверное, они курсанты милицейские Потому что они еще такие с какими-то пустыми погонщиками И понимая, что вот они в форме Вот улица, знаете, Маяковского, когда она впадает в Невск Она такая маленькая, там не очень много машин И они все пошли на красный свет, потому что можно Потому что теперь в форме А придя домой, я включил телек и увидел там фильм «Полицейская академия» Как их там дрючат, дрессируют и вбивают в подкорку Что закон соблюдать надо То есть у нас тебе дали форму, делай, что хочешь А там тренируют, воспитывают, объясняют годами Да, занудно, но в результате получают людей, соблюдающих закон И у нас это надо делать Так вот, мне кажется, вы говорите на об этом Надо начинать И тут не могу не процедировать еще одного И не надо культуру подымать И надо вбивать полицейских С детских лет о том, что нарушение закона невозможно А если не вбить, то не выпускать их на улицу Потому что они подают плохой пример А если ты в погонах нарушил закон То тебе спрос в три раза больше А кто же его спрашивать-то будет? Он же милиционер Он же полиционер, да? Они же все такие А кто же его посадит? Да Она же дерево Вот еще один телезритель наш, Егор Смирнов Он же памятник Совершенно справедливо Вот на эту тему, как мне кажется Пишет, что Ну то есть вот Когда человек превышает скорость Вы же говорите За 500 рублей будет превышать А за 5000 уже не будет Но люди, у которых машины стоимостью от 10 миллионов рублей От 10 миллионов рублей Они покупают себе абонемент Они просто вот так говорят Да на тебе, я буду дальше ездить Илья, за 10 миллионов рублей Ездят на заднем сидении На заднем сидении И только их дети-мажоры Которые ездят за рулем А мы о них и говорим А за 10 Так они и будут эти песни-то петь А их То есть это ударит победу А богатые откупятся Вот в чем проблема-то Я живу на Большом проспекте При слиянии его с Каменноостровским И как правило После того, как играет «Зенит» Даже если он играет в 2 часа дня В 4 часа утра У меня начинает Рядом с Абвеем Петь песни Очень и очень громко А мне кажется, вам как петербургскому патриоту Это должно быть приятно Мне, по крайней мере, было бы приятно Быстро, с друзьями, с вашего позволения Подведу итоги В самом начале нашего разговора Я спросил вас Делают ли высокие штрафы людей Законно послушать И вот какие варианты ответа были даны И какие результаты мы получили Смотрите 22% и 0,8% считают Что будут они делать Людей законопослушнее Если штраф ощутим для кошелька Но больше Прямо крепко больше На треть больше 33,7% считают Что только если наказание неотвратимо Это то, о чем мы говорили Практически всю сегодняшнюю передачу Но консенсуса не достигли 17,8% считают Что правонарушители не думают о штрафах Правда, когда душа развернулась Когда гармонь певучая у меня в руках Какие уж тут штрафы И ровно четверть 25,7% граждан считают Что не будут высокие штрафы Работать Потому что всегда будет возможность Откупиться Дать гаишнику или участковому Чуть-чуть поменьше И он закроет глаза И тут бы, друзья мои Нам бы еще и это обсудить Но не успеваю Остановимся в этом месте Подытожим Вот не знаю, как ты, дорогой телезритель А я ужасно не командный игрок Вот всю жизнь я предпочитал быть Вроде как сам по себе Я не верю ни в партии Ни в лозунги Ни в национальности Я вообще ни во что почти не верю Вот кроме Бога И еще немножко в себя самого Но при этом Я в общем-то понимаю Что это, ну, вроде как Не очень правильно И когда по телеку Меня очередной раз Начинают призывать Занять место в общем строю То бывает Бывает, бывает Не часто, но бывает Что я к этому Даже вроде как и прислушиваюсь А что, думаю я Может, там мне В этом строю Самое место Все вместе В едином порыве Делать общее дело Но потом Я пристальнее всматриваюсь Тех, кто призывает меня И руки мои Опять, друзья мои Опускаются Вот взять хотя бы Нынешний законопроектик Но вот правда Убедите меня Что те, кто его принимал Не рассматривали меня Как дичь Ну, или как дойную скотинку Что выдвигая Это предложение Они не собираются Отобрать мои личные С трудом заработанные деньги И забрать их себе Но и о какой-то Общей шеренге После этого Может идти речь Вот какие такие общие цели Могут быть у меня Который теперь станет Изо всех сил работать Лишь бы пополнить Дырявый бюджет И у законодателей Которые, судя по последним новостям Бывает, что запускают руки В этот самый сюжет Поглубже И вытаскивать их оттуда Не намерены Вот не знаю, как вы А я, наверное, и дальше Останусь сам по себе Если поймают Буду платить штраф А место в общем строю Занимать, извините, не стану